Если бы не легкий заморозок в утро антипасхи, пройти по Шанхаю Куспенской дачи, временно приспособленной под храм в честь Рождества Христова, было бы затруднительно. Храм впечатляет. Избушка площадью не более 9 квадратных метров, однако уместилось и духовенство, и прихожане, и певчи. Так начался первый в этом году пасхальный визит благочинного архимандрита Нестора. Христос воскресе! Отодвинутый стол добавил комфорта, нагышали, согрелись. Певчие буквально прилипли к стене, прихожане сгруппировались ближе к двери, а благочинный архимандрит Нестор, Диакон Илья, настоятель храма отец Николай и Пономарь уместились непосредственно у алтаря. Впрочем, с первыми словами молитвы это крошечное пространство словно поменяло измерение. Почему-то ушло ощущение тесноты, а отсутствие по понятной причине иконостаса погрузило в атмосферу пещерных или катакомбных богослужений первых христиан. Этот неотапливаемый домик принадлежит местной жительнице Анне Сергеевне Успенской, в прошлом школьному учителю. Уже три года местные жители от Пасхи до глубокой осени участвуют в литургии под руководством своего пастыря, священника Николая Курдова. Приходская жизнь не затихает и с наступлением зимы. Тогда приход перебирается в местный дом культуры. И каждый раз возносится молитва о строительстве храма в Каринском. День Антипасхи в этом году совпал с памятью об апостоле Фоме и визит благочинного, духовная поддержка в непростой период приходской жизни. Сегодня читалось Евангелие, где говорилось о том, что апостол Фома говорил, вот не поверил в то, что Христос воскрес, пока не вложил в перста свои. И уверовал, мы по своей нищие очень часто сомневаемся, впадаем в уныние, но дело все в том, что Господь правит. Если есть с нашей стороны искренняя вера, желание, Господь обязательно поможет. И вот, естественно, вы же все знаете, что дело тронулось с мертвой точки. Верю, что скоро будет хороший, нормальный храм с воскресной школой. С тем, чтобы вы могли не только сами приходить, но и дети приходить. И обучаться, воспитываться. Но есть вещи, которые можно сделать сразу. Но почему крест не водрузить над домом? И сразу всем становится ясно, правильно, что здесь, пусть такой, скромненький, но здесь храм Божий. Батюшка, мы обязательно делаем. Только мы не знаем нашего адреса. Это же у нас называется Шанхай. Такая служба была, необыкновенная сегодня служба. Спасибо, Господи, радостная, пасхальная. Ой, какая служба. Вы знаете, даже не замечали вот это вот убожество. Ну, то, что это так хорошо было, так вот, ну, как на небесах. Здоровья, батюшки Нестера, спаси его, Господи. А как хор-то пел. Впрочем, место под новый храм в честь Рождества Христова в Каринском уже определено. И люди регулярно совершают здесь молебны о его строительстве. То же случилось и в день приезда Благочинного. Возведение Христорождественского храма в Каринском – дело святое не только потому, что местным жителям трудно ездить в соседнюю Локотьню или Звенигород. Но оно являет торжество исторической справедливости. До 1812 года здесь стояла деревянная церковь. Но село претерпело большие беды. Через него прошли войска Наполеона. Молодчики генерала Багарне ее сквернили и поглумились над Каринцами немало. Потому в честь победы над врагом местные жители взамен деревянному возвели красивый каменный храм Рождества Христова. В 30-х годах прошлого века храм был разрушен. И на этом месте сейчас, к сожалению, нет возможности строить храм. Уже последние 10 лет идет, по сути, такая, если так можно сказать, борьба с нашей администрацией, которая не особо хотела выделять землю под строительство храма. Ну, наконец-то, милостью Божией, молитвами и благочинного нашего, и прихожан, которые все жаждут, хотели бы, чтобы здесь, на этом месте был храм, теперь, наконец-то, сдвинулась с мертвой точки. И надеемся, что в ближайшее время на этом месте будет стоять храм. Вселяет надежду и обещание главы сельского поселения Виктора Бабурина оказать всестороннюю помощь в строительстве храма Рождества Христова в селе Каринское. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние.